Край по-прежнему находится в режиме повышенной готовности к коронавирусу. Эти меры будут действовать до 1 июля. Губернатор Владимир Владимиров провел очередное совещание Координационного совета по противодействию болезни. Случаев заражения в регионе нет, но система здравоохранения работает на опережение. Подготовлены инфекционные больницы и отделения в клиниках. В госучреждениях проводят регулярную дезинфекцию. В аэропортах сохраняется контроль за всеми, кто прибывает из эпидемически опасных стран. Пассажирам измеряют температуру тела. Также в Край будут работать точки, где можно бесплатно сдать анализы на COVID-19. Так официально называется болезнь. В сутки специалисты смогут провести до 400 тестов. Мы организовываем сейчас 5 мест приема для анализа. Три в Ставрополе, одно в Пятигорске, одно в Водиновске, по сертифицированным. В пятницу после обучения мы будем проводить там анализы. Но я очень бы попросил, чтобы наша разъяснительная работа, связанная с разъяснением для наших земляков, это анализы для тех людей, которые находятся в зоне риска. Все медики, которые примут участие в этой работе, будут примированы. А с пенсионерами, нуждающимися в помощи, будут работать волонтеры. Между тем, всем ставропольцам, посещавшим с 1 марта страны или регионы России, где зарегистрированы случаи болезни, необходимо обратиться на телефон горячей линии по номеру 8 962 448 59 80. Нужно будет указать место поездки, даты и контактную информацию. Кстати, с этого дня по ПИД ситуации в край будет регулярно отчитываться министр здравоохранения Виктор Мажаров. На сегодняшний день у нас на контроле находятся 83 человека, прибывших из стран, где зарегистрирована заболеваемость коронавирусом. Они находятся в 79 человек в условиях домашних, у всех постановление об изоляции. И четверо находятся в стационарах инфекционных краевых лечебных учреждений. У всех 83 человек анализ на коронавирус отрицательный. Такие видеоотчеты главный врач края будет выпускать ежедневно. Следить за статистикой от министра можно на нашем канале, на официальной странице губернатора Владимирова в Инстаграм, на сайтах Ставропольская правда и Победа 26, на ресурсах издательского дома «Периодика Ставрополя». Продолжение следует...